доброе доброе утро время пол девятого у нас утро длинные стали рано уже много дел переделали так что у нас на завтрак у нас на завтрак вкуснейшая яичница вкуснейшая колбаска вчера купили в магните кофе чай мои любимые кабачки и сверху огурчики у меня с вечера там лежали хранились немножко мало солились все приятного аппетита кто завтракать начинаем новый день день обещает быть жарким набрала в бассейн воды вот так швы чтобы прикрыть вот так он нас стоять и будет может быть еще немножко долью ну я думаю пойдет идет складочки только образовались плохо ладно залезу поправлю ой щас были глоба наверно я сейчас огорода пришла вот вроде дома сижу я не до что прячусь нет то одно то другое то третье я все равно выхожу в огород так нажарилась что мама дорогая готова точно лечит в эту ледяную воду вот такая красная сейчас покажу что я сделала но по-другому нельзя время 11 уже 12 час я решила сделать тенек для помидоров сейчас покажу дужки вставим вообще не вставляется земля жесткая твердая как камень покажу вот так сделала из затеняющей сетки на целый рулон отрезать не стала а просто вот так натянула и все вся мокрая поташь льется по коленкам вот так помидоры у меня там они кстати уже спеют сейчас покажу вам не стало жалко что если их прижаривать начнет вот такие вот маленькие красненькие уже во всю начинал и утяткам сделала утятам тоже натянула то у меня бывший пододеяльник распорола его я его шила в гурналтайске и вот такую длину 8 длину сделала им тоже тенек потому что смотрите они щемятся вон там под деревья а солнце то вот так идет и скоро там будет жаре вот уже сегодня кстати обратила внимание насколько выросли утятки уже взрослые такие ну как взрослые были то вообще малыши и мою синьки там одна уточка беленькая маленькая такая она отстает в росте и отстает от них еще там на пять дней у нее разница но заметно пик 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 идите ешьте не хотят заходить в будку не знаю почему вот поставила им комбикорм вода у них есть вечером поменяем и вот так у них тенечек получился я думаю что им будет достаточно все мои хорошие все ухожу не мешаю вам сегодня обрабатывала виноград обрабатывала розы виноград от болезней от всяких фунгицидами розы а сливы там обработала там потому что нет плодов молодые деревья розы обработала от тли от всяких сосущих от насекомых и вот увидела на кукурузе тоже для смотрите видно вам нет я думаю что видно тоже сегодня все обработала и фунгицидами и и вот этими инсектицидами потому что первый год я помню посадил кукурузу и она мне все сгнила прям открываю этот почат аккаунт весь черный мне люди написали что нужно обязательно тут обрабатывать кукурузу вот пока она еще зачатки один раз хотя бы обработать надо это поле попросила кукурузу и посадила вообще не хотела прошлый год уже я не садила ее потому что говорю раз она болеет делать нечего ей ну посадила поле попросила пусть растет ладно эту фасоль не стала накрывать я думаю что и ничего не будет вечером пролью ее хорошенечко вы все надо убегать уже домой потому что это просто такое палево это невозможно просто друзья сейчас бы бассейн был бы готов это вообще просто кайф такую жару вообще ничего не надо пошел искупался ладно пойду домой там супчик варю ну где же домой пойдешь ага так я так думаю что нам надо еще притяняющую сетку сделать на эту сторону потому что у нас вот на юго-западной стороне надо наверняка сделать еще здесь сетка есть натянуть ее потому что помидоркам тоже жарко так огурцы пусто пусто 3 есть дает вообще непонятно почему так не по центру так и тут два из четырех но хоть столько ладно сильно замочить семена и потеть так мои звездочки мои звездочки цветут не особо сильно но есть теперь точно пошла на мафия жарко 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 у меня роза самая ранняя которая по второму кругу стала цвести вот набрала цвет бархатная которая вот у нее бутончики си вот уже будет истина вообще все лето цветет первый раз она цветет там очень много много цветов потом вот так по несколько бутончиков я ее обрезала конечно же удобряла все гоните мне домой жарко не ну я же могу под зонтиком постоять ну вот вроде этой тли не видно белокрылки этой а так она везде на посаду везде и за забором мусик ты идешь коте моя не жарко тебе в шубе то а вот тут мне тоже смотрите розочка цветет я покупала в магните буквально уже весной посадила тоже цвет красивый но она вот такая потому что она маленькая вот бутончик тоже на следующий год будет красиво цвести мусильда моя девочка моя красавица пойдем домой пойдем ой как под зонтиком хорошо там так продувает ветерок прям хорошечно ну все друзья вот так как обычно выйдешь только на улицу за чем-нибудь вообще-то я за щавелем пошла щи варю из щавеля зеленый ну и чё и понеслось помидоры накрывать и кривать утят так каждый раз да мусик яблок сегодня еще нарезала нападали ветер же был тоже в сушилку положила дегидратор тоже пусть сохнут спрашиваете почему на солнце не сушу да в детстве на солнце сушили прям на шифере а сейчас сушим дегидраторе потому что на солнце ну все витамины убьются это будет просто не знаю что по старинке да все на солнце сушит дегидратор включая там в бане жарко в бане он не стоит и в принципе там он мало работает мало нагрев включает потому что мы так жарко так что мотает мало не зато сушит качественно две полных 3 литров банки уже сделала вот осенью отцу сбывали отправлю я в ночнушке рассекаю по двору ну жарко она коротенькая все перегрелась тетя алена все я домой 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 вот уже и стиралка закончила стирку все сейчас пойду вешать белье а я все экспериментирую с изи клин пятна водителем опять реклама у меня друзья так наливаю кипяток я теперь знаете все время ищу ищу чтобы еще отбелить чтобы еще почистить сегодня решила помыть почистить и отбелить попробовать вот такие мои бархатные подкрадули как тимка их называет знаете покупала их в каре лет не знаю шесть или пять назад внутри года у меня они здесь они настолько мягкие настолько удобный нигде не натирают на дальнее расстояние только так единственное что еще хочу спасибо сказать за вот эти подсказку под стельки войлочные обычные стельки постелила у меня ноги перестали потеть в любую жару я в них могу ходить так как бы мне телефон не уронить так взяла щетку вот так попробую окунуть их поставить еще щеточкой потом почистить я их стираю ой реально отмывается друзья вообще я вижу эффект уже он то ли от травы не отстирывается то ли земли не знаю щеточкой с порошком всяко делала и вот только смотрите вообще уходит все отлично просто чудесно все сейчас еще стиралки постирну их тут наверно тоже какие то есть пятнышки какая прелесть я рисованность у нее тоже уже говорит выписала себе отбеливатель вы видите прям реакция идет а я вам не показала да вот они видите результат такую рекламу я готова каждый день рекламировать такой отбеливатель выписала еще гель для стирки сегодня должен прийти спасибо за подсказку я так поняла что он очень экономичный экологически чистый гипоаллергенный вообще супер тоже компании зиклин так что если понравится тоже буду все время выписывать но вот этот оббеливатель это будет у меня всегда теперь дома все пять минут и чистота друг молодежи ой чудники все смотрите идеально новые друзья нужна ваша помощь ты твоя точно помощь не нужно вот смотрите мы бассейн поставили сюда временно чтобы делать бетонную площадку под под него вот здесь и навес над ним значит я вариант предлагаю вот как бы они идет ты нельзя вот как бы они идет да вот эта крыша и точно такой же навес сделать над бассейном и бассейн установить вон там в углу дерево будет мешать это дерево мне но не нравится я михалыч говорю давай его уберем нет зачем ты его убирать и но такой большой что в нем хорошего скажите мне я не знаю во первых она всегда в наклон растет сейчас она разлапилась такой не знаю вам видно или нет внутри все ржавое ну внутри ладно мы не видим как будто бы вот она она будет мешать у нас бассейн если его ставить сюда да то он примерно вот как раз вот где дерево заканчивается вот это будет бассейн я предлагаю вот здесь проход оставить вот чтобы ходить туда за бани если надо будет во первых на бане электричество можно рубильник какой-то поставить розетку потому что фильтр же надо включать а михалыч предлагает дерево оставить так как бы подальше поснимать дерево оставить и вот между вот этими желтыми вот так постелите ну то есть туда ближе к забору его под самое дерево и навес тоже делать я говорю это будет какой-то пуп земли торчать вот этот бассейн он тут то не на месте был мы тоже время наставили а там если его поставить как-то навес отдельно будет над ним а тут будет дыра в общем я не знаю у нас с ним такие разногласия насчет этого он говорит давай планируй рисуй в тетрадку в клеточку а я его убедить не могу что вот это дерево надо убрать и у нас тут как раз все будет под одно заканчивается баня проход там будет лестница стоять под лестницей будет фильтр стоять большой этот песочный и пожалуйста навес тебе же говорю легче даже будет навес делать электричество будет на стенке в общем он упирается я не знаю как его убедить а там уже потом какие-то растишки будут какую-то клумбу можно правда же делать вот там где забор у нету и три штуки наросли уже 5 даже штук круглые 2 и одни пирамидальные а вот это вот оно ни к чему это дерево абсолютно а ему жалко срубать дерево вот ты все срубила ты бы готова все убирать и так мы посадим он говорит дерево растет 15 лет я типа не доживу когда деревья тут большие вырастут а мне хочется штамбовые деревья тут посадить а мне хочется вот тут сделать клумбочку какую-то где-то площадку сделать где-то в общем друзья рассудите нас вот это будет убираться это естественно вот эта площадка в общем не знаю ну смотрите что что в нем хорошего в этом дереве вот объясните мне а ему жалко вот так я жду ваших пожеланий вернее жду ваши фантазии на эту тему ну мне вот очень не нравится вот это либо я им предлагаю если сюда бассейн ставить дерево по-любому срубать и делать большой навес до конца бассейна то есть вон до того столба желтого а здесь зону пожалуйста к стене бани пристраивай мангальную зону печку там вот такой кирпичная и все и тут площадочка и там я готовлю воду из бани может провести мой вообще супер предложение в общем не знаю он пока упирается упирается вот ему вот он уперся в это дерево вот и все все друзья жду ваших комментариев обязательно почитаю все ему почитаю что вы скажете на сегодня с вами прощаюсь всем пока пока до новых встреч ваша аленка михалыч